0-1, пищевик уступает, что будет дальше страшно представить, но быть может что-то и все-таки получится у пищевика, но верится в это конечно трудом, да, это совершенно не тот же пищевик, что мы видели год назад, команда, которая выиграла юго-западную лигу, большой дивизион, и очень-очень здорово смотрелось по сезону, в этом году конечно страшно, совершенно зрелище представляет. Команда в чемпионате очень-очень печально выглядит, да, идет на четвертом месте пока, но все равно очень много вопросов к ним по их игре. Что касается авангарда, тут как раз наоборот, все в порядке у них, они у восточной лиги, в высшем дивизионе как раз-таки на первой строчке идут, да, там по потерянным, все эти два впереди, но по потерянным, еще надо эти очки набрать. В любом случае в группе лидеров находятся и смотрятся конечно варитом в этом матче, разыгрывают мяч у ворот пищевика, пас назад, еще дальше передача. В центре неплохо доводят, пищевик уже практически всей командой опускается к собственным воротам, удар, опасный галкипер, спасает тяжелейший выстрел, но везет, ну как идет галкипер, галкипер выручает. Пасать свою команду, ну а здесь не пенальти ли, судья не дает нарушение права, но здесь-то точно сфалили на Максиме Мучине под номером 70, который выступает. Ну и будет штрафной удар, по свистку показывает арбитр. Ксачев у мяча, видимо он и будет исполнять, отмеряет шаги, здесь арбитр рассказывает стенки, как можно высоко руку поднимать как нельзя. Нет, Ксачев не бьет, здесь розыгрыш, удар, точно в угол мяч шел, но накрыли этот мяч в последний момент, и контратака получится ли у пищевика? Вероятно нет, но мяч остается под их контролем, тем не менее, уже неплохо. Налево передача, это уже совсем неудачно, что уж тут говорить. Перехват. И хороший перевод налево, здесь можно один в один обыгрывать, вас под удар удар не следует, перевод еще дальше, на противоположный фланг и назад передача. Отсюда можно и пробить, на самом деле нет, розыгрыш предпочитают, но вот теперь бьет по воротам, это второй номер, если я все правильно увидел. Команда «Авангард», Денис Сучков. Новая же цель. Назад передача. Косачев еще дальше. На Мухина и назад голкиперу. Косачев, Мухин. Орлов налево. Один совершенно, там у штанги. Игрок находится, и вот к нему передача приходит, такой гандбольный розыгрыш, я бы сказал. Обычно вот там вот так игрок любит притаиться у угла штрафной и мяч подобрать. Но в футболе, видимо, такое тоже имеет место, ну в любительском, разумеется, где офсайдов нет. Иначе такое дело не разыграешь. Удар по воротам неплохо. Задумано оно. Мимо ворота, однако мяч кого-то коснулся из защитников. Пищевика будет угловой удар. Быстрый розыгрыш. С левой пробить, нет, не решается сейчас. Девятка. Авангарда. Вот он горячий. Пытался что-то интереснее придумать. Вместо этого атака и гол. Один-один. Вот так. Один из первых выходов пищевика на чужую половину поля и оборачивается он забитым мячом. Счет сравнивается. За авторством, если я все правильно видел, Павел Григоренко. Но могу ошибаться. Далековато. Находится. Нет, не Григоренко. Это 44-й, а не 34-й был. Это был Захар Федоров. Захар Федоров счет сравнял. Один-один. Вот так доминирует авангард по первым минутам. Но счет-то равный. Удар поворотом на месте голкипер. Но быстро не вводит мяч в игру. Здесь все еще далеко располагаются. Направо пас. Пас в центр. Здесь отбор. И мяч, по-моему, от игрока-пищевика. Проделок поля покидает. Да. От самохвала. И быстро вводит авангард в игру. Пас направо. Неплохой финт. Мужчины за боковой. Еще дальше налево передача. Заброс, конечно, так пятится глубоко. Пищевик, собственно, воротом. Практически полный состав. Своей штрафной находится. Сложно, конечно, что-то придумывать в атаке авангарду. Пытается это сделать. Но сейчас удар. Издали. Но прямо в руки вратарем. Попытка быстрой атаки. Не получается. Стеночку не успеваю тоже провести авангард. И мяч отбирается. Ну, немножко. Как-то стало получаться в обороне, по крайней мере, у пищевика. Что будет в атаке? Посмотрим. Но вот такие ошибки, конечно, допускать не стоит. Ни в коем случае. Перехват мяча. И остается он у авангарда под контролем. Только назад можно давать пас неудачный. Но и вновь по атаке авангард неплохо. Плохое пространство. Момент можно пробить поворотом. Все еще можно это сделать. Передача и штанга. Нет гола. Да, вот это простили сейчас. Такое, конечно, надо решать. Каким-то чудом мяч в ворота не зашел. Но странно, на самом деле, здесь действие галки пищевика, который должен был, мне кажется, передачу вверхом спокойно перехватывать. В итоге он чуть не пропустил. Абсолютно глупый мяч. 1-1 по-прежнему держится. Пищевик 10 минут. Ничейный счет. Но вот сейчас, конечно, зону огромную. Они оголили удар поворотом и мимо. Вновь практически с упора этот удар наносился. Метр до ворот. Пустой угол. Но мяч летит над перекладиной. Выносится мяч далеко вперед. Выигран вверх. Буками авангарда. Пас направо. Ну и назад. Здесь Косачев. Мухин. Не очень удачно обработал сейчас мяч. Бунтов. Но пришел мяч обратно уже к авангарду. Слевой можно бить поворотом. Нет передачи. Но так доверно пытается авангард, конечно, разыгрывать. Может, стоит почаще поворотом бить. И сейчас ответ может получиться. Выход. Один на один. Опасный момент. Самохвалов. Удары. Два-один. Вот это да. Пищевик забивает. Удивительно. Что-то просто происходит. Пищевик выходит вперед. Пас пяткой от Олега Есинова. Но это было красиво. Что тут сказать. Ну вот. Два раза перешли центр поля. Ну, я, конечно, утрирую там почаще. Но так как-то более-менее опасно. Дважды это сделали. И 2-1. Впереди. Пищевик. Кто бы мог подумать. Но. Надо авангардом себя приходить. Потому что Пищевик сейчас в окопы там сядет. И попробуй забей, что называется. 18.50. До конца первого тайма. Галкипер Пищевика начинает тянуть время. Выносит мяч вперед. Сейчас игрок Пищевика, но не добирается до него. Никто из партнеров. Клинин направо. Снова Клинин с мячом. Ну, сейчас можно бить поворотом. Блокирован удар на месте Галкипер. Да, тяжело. Что-то придумать в атаке. Авангарду. Когда против них просто такой автобус. В лучших традициях автобусов. Имени Жозе Маурини действует Пищевик. Ну и пока. Неразрешимая задача для авангарда. Замена. 25 номер. Анатолий Перемитин. Собственно, персоной. Футболист сборной России. Между прочим, по пляжному футболу. Мягко говоря, имя в любительском футболе. Но вот появляется он только сейчас. Ох, опасно. Остается с мячом. Удар поворотом. Попытка ударить от Силкина не точно. Не вводит мяч в агром. Галкипер авангарда. Передача. Здесь оттесняют от мяча Мухина. Перехват. Ну и здесь уже Федоров мяч теряет. И перевод. Вот есть зона. Можно сейчас что-то придумать. Долго, очень долго Мухин с этим мячом работает. Успевает его накрыть. Передача на фланг. Стеночка. Вот это неплохо. И нет ударов поворотом, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас игроков было в штрафной площади. Собственно, у пищевика. Это тяжело, конечно, назвать зоной обороны. Вот именно окопом это назвать только и можно. Нарушение правил. Сфалили сейчас. На 22-м номере авангарда. На Максиме Бунте. Розыгрыш мяча. Ну и что? Это был прострел, удар. Непонятно. Вроде бы удар смотрелся. Но, как таковой, не получился. Вынос мяча вперед. Прием мяча пищевика. Автор забитого. Мяча. Василий Самохвалов пытался здесь что-то навязать. В какую-то борьбу. Но мяч его перехватили. Но, тем не менее, атака опасна сейчас. Силкин прерывался. Перехватили его мяч. Вот выход из-под прессинга. Вот одна из немногих атак на скорости. От авангарда Перемитин. Долго с мячом работает. Переводит мяч направо. Еще одна возможность пробить. Но вот сейчас нужно бить поворотом. Рикошет. Вынос. Пищевик держится. Уже полтайма практически. 15 минут сыграно. 15 впереди. В первом тайме играть. Взамен уходит Мухин. Появляется на поле под 10 номером Сергей Демянков. Также под 4. Нарек Балаян. Вот он сейчас с мячом. Балаян. Неплохо прорывался. Но, судя по всему, мяч от него ушел. Углового не будет. Как бы Балаян не упрашивал. Судьем. Как бы не показывал удивление от судейского решения. Гороков! Далекий вынос. Игра главой. Снова отмечается за боковой, к груди игра. Так, ну и сейчас наша съемочная бригада атакована. Но все в порядке. Мы продолжаем вести эфир. Здорово, слушай! Обошелось, что называется. Нам обойдется ли сейчас для Пищевика? Штрафной удар. Нужно быстро вводить мяч в игру, пока не успели. Защитники вернутся. Не получается это сделать. Перехват мяча и Пищевик даже в атаку может убежать. Передача. По бровке. Достанет ли до этого мяча игрок Пищевика? Да, достает. Но достает до него быстрый игрок авангарда. Хороший пас на фланг. Демянко. Можно бить поворотом. Бьет. Но очень как-то невнятно. Не пошло. Ну и будет голкипер Пищевика. Игорь Крючков в мяч в игру вводить. Поздали, что туда его. В расчете, что кто-то зацепится. Действительно цепляется. Гонять, гонять, гонять. 31 номер. Здесь от Моргин за этот мяч. И зарабатывает аут. Подождет, но я думаю, пока. Игроки, партнеры к этому мячу подойдут. Удар издали. И очень опасно сейчас. Пропускал мяч игрок Пищевика. Может быть и стоило все-таки сыграть. Перемитин в подыгрыше. Не точно. Опасно может получиться. Григоренко. Эх, не очень удачная передача. На Мурыгина. Передача неплохая. Мурыгин мяч обработал. Не слишком. Хорошо. Но мяч остается. Тем не менее, под контролем Пищевика. Будет аут. Неудачно. Вот мяча выгрует за боковой. Вынос. И быстрый ответ. Выбивает мяч из-под ног. У Балаяна. Тот быстро пытается выиграть мяч вести. Что он и делает. Мяч по пределу поля покинул. Да, не получилось быстрый атака. Да, совсем пока, конечно, не получается игра у Авангарда. Но, видимо, слишком себя поверили после забитого мяча в самом дебюте встречи. И нужно в себя приходить. Проигрывать Пищевику, конечно, я думаю, в это фланы их явно не входило. Заброс по бровке. Выносится мяч. Хороший край, край, край. Лево, лево! Снова по бровке. Мяч забрасывается. И снова покидает пределы поля. И снова Пищевик его будет вводить в игру. Все, туши! Играй, 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 играй! Ну и что, увидим снова заброс штрафную. Позвонит! Пойдет! Хороший, Олега! Поддача! Перемитин головой. Скидка неудачная. Пока Перемитин что-то не удается. Совсем в игру войти. Что не паста сопернику. Ну и сейчас надо поднапрячь, конечно, защитные ряды. Вынос. Хороший вынос от галкипера. Можно здесь цепляться за мяч. Не очень удачная передача. В атаке. Авангард. Паст-центр. Перемитин. Вот это здорово. И Балаян! 2-2. Ну вот сейчас разыграли, так разыграли. Конечно, вывели Балаяна двумя передачами. На рандеву с вратарем. И сам Балаян здорово на опережении сыграл. И вторым касанием поразил ворота. Хороший комбинационный командный такой гол забивает. Авангард. 2-2. Счет равный. Пщевик с мячом. Заброс вперед. Не удается зацепиться. И надо теперь обороняться. Ну вот перехват мяча. И сразу же пас неточный. Быстрая атака может у Авангарда получиться. Балаян. Еще дальше. Справа. Забегание есть. Но Балаян не видит партнера. Бьет сам по воротам. Бьет неплохо. Но точно по центру. Галкипер. Спокойно. Мяч забирает. И вводит его в игру. Хороший пас. Ой-ой-ой. Практически зацепился сейчас. За этот мяч. Мурыгин. Было близко. Деменков. Раз направо. Ну а здесь выбивают у Клинина мяч. Из-под контроля. Косачев. Деменкова. Центр передачи просится. Получает ее Миронов. Снова направо. Снова направо. Балаян. Спиной к воротам. Только назад можно отдавать. Перемитин. Легко. Как-то у него мяч отбирает. Снова Перемитин. Ступает в отбор. Отбирает мяч. И пас назад. Миронов. Вот он с мячом. Балаян. Здесь с Мироновым не разбирается, куда. Кто открывается. И выносится мяч из-под контроля. Здесь, конечно, гол засчитан не будет. Нарушение правил было до этого эпизода. Силкина не по правилам срубили. Штрафной удар пищевик будет от своих ворот выносить. Чуть меньше. Восьми минут осталось играть. Пока счет равный. К огромному удивлению, я думаю, многих пищевик достойно держится в игре с Авангардом. И пока не уступает, скажем так. Даже долгое время вел в счете. 2-2. Сейчас у нас цифры на табло. Ну и не так, чтобы много опасных моментов у Авангарда. Да, конечно, владение мячом. Контроль практически стопроцентный. Но это ни к чему, в основном, не приводит. Парочка ударов издали. Еще пара подходов, заканчивающихся прострелами. Да и все, по сути. Довести до логического завершения получается крайне-крайне нечасто. Свои атаки. Авангарду. Сейчас перехват практически произошел. Опасная передача была в центре поля. Кулагин направо. Миронов. Неточная передача. И контратака. 2-2 может получиться, но уже успели вернуть защитники. Защитники Авангарда. И мяч легко, благодаря численному преимуществу, перехватили. Направо передача. Кулагин. Перемитин. Можно бить поворотом Перемитин очень неудачно. И выход 2-1 получается. Можно убегать сейчас. Григоренко. Эх, не прошла передача. На Мурыгина бежать назад. Надо. Мурыгин уже нет силы ему бежать назад. Совершенно. Григоренко как раз-таки возвращается. Хорошая передача. Миронов еще дальше направо. Нужно стрелять в штрафную. Нет, не проходит. Передача. От Уразакова. Будет он мяч из... Будет мяч водить с угла поля. Главый удар. Садь, ниже, садь, садь. Назад передача. Так, потолкнули Балаяна в спину. Остался он на ногах. Отдал назад. Хороший здесь треугольник разыграли. Балаян. Центр смещается. Хорошая передача и можно решать. Но о месте голкипер. Еще один удар. Снова спасает. Двойное спасение Игоря Крючкова сейчас. Опаснейшая ситуация. Первым, наверное, удар был попасть. Не, но все равно. Очень здорово действовал. Сейчас голкипер Пищевика в рамке. Оставляем ничейный счет на табло. 2-2 по-прежнему. За 5 минут. До конца первого таймона. Я думаю, сейчас задача у Пищевика не пропустить в этот отрезок. Достоять до перерыва. Сделать, конечно, это будет крайне непросто. Авангард продолжает наседать. Набирать обороты. Но и такие вот обрезы тоже случаются. Надо повнимательнее в обороне им действовать. Хороший отбор. Здесь удастся ли убежать? Да, получается. И очень здорово. Правда, сейчас, конечно, может нарваться и сам Григоренко на желтую. Потому что, ну, отмахнулся он явно после этого эпизода. Но абсолютно очевидно, желтая карточка. Игроком команды Авангард. Сучков, по-моему, это был. Если я правильно все увидел. Вторым номером. Штрафный удар. У мяча. Максим Силкин. Посмотрим, что придумает. Три игрокам. Тысячевикам. Чужой штрафной. Подача слишком сильная. Хотя, в принципе, адресат-то там был. Для того, чтобы замкнуть. Летим я чуть пониже. Но сослагательные наклонения на то есть сослагательные. Не случилось. Поэтому продолжаем смотреть за этой игрой. Передача в центр не проходит. Перехват от пищевика. Но здесь, наверное, из обороны выйти не получится. Только на отбой сыграть. Очень здорово. Прессингом накрывают. И вынос, да. Подальше. Из-за боковой. Авангард будет мяч вводить. Три минуты осталось сыграть в первом тайме. Неплохо. Выделим. Передача. Миронов прострел. Снова на месте голкипер. Будет, наверное, Крючков сейчас быстро вводить мяч в игру. Там один совершенно был его партнер. Мурыгин, правда, не нашел в себе силы, чтобы к этому мячу успеть. Но и немножко здесь не поняли. Они друг друга с голкипером. Потому что Мурыгин вправо дернулся. Пас пошел влево. Достать до мяча шансов не было. Очень долго с мячом работает, конечно, сейчас игроки авангарда. Такую оборону нужно за счет быстрых передач растягивать. Разрывать. Разрезать, что называется. Как они это сделали со вторым голом? Эталонная просто комбинация была. А тут контратака пищевика. Опасно. Просится передача на фланг. Удар по воротам. Но слишком, может быть, сильная передача получилась. И успел голкипер угол обстрела перекрыть. А шанс действительно был очень неплохой. Захар Федоров имел шанс оформить дубль. Но не забили. Остается мяч у пищевика. Удар по воротам прямо в голкипера. Быстрый ввод мяча. Это не получается. Кликин так немножко придержал и ввел на ближнего. Кувагин в центр передача. Балаян направо. Еще дальше. Балаян там здорово открылся на ближний. Нет, не пошла к нему передача. А вот это очень неплохо. Миронов в гол. Миронов делает счет 3-2 в пользу авангарда. Щетка в верхний угол. Там, по-моему, какого-то из игроков пищевика. Мяч по пути коснулся. Но гол, конечно, будет засчитан на игрока авангарда. Все-таки 3-2. Все-таки дожали. Дожали в первом тайме. Но мы отмечаем, что за несколько секунд до этого шанса уже еще пищевик имел. На то, чтобы ввести в счете. Вот что значит не забить. В апатической ситуации. Не забиваешь ты, не забиваешь себе. Избитая поговорка. Но сейчас она как никогда сработала. Последняя минута тем временем в первом тайме пошла. Старается авангард еще упрощить преимущество. В эти последние уже секундочки тайма. Хорошая передача. Угловой удар. Быстрый розыгрыш мяча. Передача. Балаян. Балаян. Запутался в ногах. Но быстро вступают в отбор игроки. Авангарда не давая быстро атаку провести. Но я думаю уже в принципе атаку мы в этом тайме не увидим. Судья пожалуй даст уже свисток на перерыв. Последние уже секундочки идут. Да, смотрит он на секундомер. И дает свисток об окончании тайма. 3-2. Боевая встреча. Вопреки ожиданиям. Пищевик навязал борьбу. Но пока в счете уступает. 3-2. Отдохнем и вернемся в этот интереснейший матч. Уже во втором тайме. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. И в атаке вновь команда в красных футболках Понятное дело хотят они все-таки упрощить преимущество И как-то поспокойнее эту встречу выиграть Потому что то, что происходило в первом тайме Пока кроме как удивления ничего больше не вызывает Все-таки ждали мы от лидера Востока более уверенной игры Пока что эта игра только отрезком получается Ну и контратаки пищевика все еще очень-очень опасны В атаке пищевик, Сверидов, заброс вперед Здесь удастся зацепиться, да, получается Мурген с мячом Не проходит передача Сверидов из-за боковой будет мяч водить Тут неплохо открывался Федоров Но пас на него не пошел Сейчас уже только назад можно сыграть Силкин теряет мяч И надо назад возвращаться Побыстрее Пока не успели играть им на авангард Большим чувством тогда перейти Пас в центр совершенно Один сейчас девятый номер Здесь будет угловой удар Снова девятка С мячом Антон Горячев Пас в центр Вновь Горячев с мячом Этот пас не проходит И Горячев отправляется Штрафную туда уже на подступы Дает мяч тепляться А передача следует назад Перевод На противоположный фланг Кулагин Налево Неплохо Ну не стал сейчас Бить вот только-только Сейчас Бунтов пробил Однако Уже успели Накрыть его удар Центр передача Неплохо Горячев Хороший был шанс Для Разрезной Передача Но Многие защитников Выросли неожиданно А вот это неплохо Хороший финт И здесь Не позволяет Морогину К мячу подступиться Корпусом его Очень легко Оттесняют мяча Мухин Пас направо Еще дальше Можно бить отсюда Горячев Слева Не решился Дал налево Снова удар Не следует У Розака Не проходит пас И Получится ли Быстрый ответ От пищевика Были близки К этому Но пас До Мургинина Не дошел И там уже Два в одного Могли убежать Игроки пищевика Остается мяч в игре Перехват Вроде бы Получился у Федорова Но мяч пришел Снова К авангарду Горячев Против Федорова Здорово Сейчас корпусом Сыграл Передача И удар В касание Принимает Тут и защитников И выход Из обороны Получается Сейчас Самохвалов Опасный момент Куда отдавать Следует передача Но Заспин Получилась она И Момент Упущен И видно Как тяжело Сейчас Самохвалов Возвращаться Назад Он Пешком Очень так тяжело Плетется К собственным воротам И есть шанс Сейчас у Авангарда Наказать за это Потому что Зон не так-то много Появляется В этом матче Нужно пользоваться Любой возможностью Имеющейся В команде Неплохо На право Передача Самохвалов Снова На ближнего Отдает Отдать некому Дальше Вот сейчас Находится адресат Самохвалов Не успеет К этому мячу Но Продолжает Наседать Напрягать И Заставляет Голкипера Попроще действовать Но здесь может Перемитин зацепиться Нет Не получается Далекий Вынос Вперед Никого Тут нет Поблизости Из игроков Пищевика Кто мог бы За мяч зацепиться И атака Авангарда Балаян Направо Кулагин Принимает На себя Федоров Этот удар Главой Даже стандарты Пока не очень Получаются У Авангарда Может быть Сейчас нет Разыгрывают Пытаются Так сыграть Снова Мяч на фланге У Розаков Налево Но Очень Не точно Сейчас Может быть Солнце Рослепило Потому что Как раз Она выглянула У нас Тут И Фланг Не сказать Что очень Хорошая Зона Нашей Видимости Назад Передача Ну и Далекий Вновь Заброс Вперед Но Мяч Сваливает С ноги У Игоря Крючкова И уходит За пределы Поля Перехват Очень Неплохо Сейчас снова Стеночка Через центр Периодически Получается Их проводить Мурыгин Опасно Сейчас Переводил На мяч Сохранили Игроки Пищевика Сверидов Опасный Пас Перехватывается И можно Забивать Гол 4-2 Ну Вот сейчас Конечно Очень обидно Должно быть Игрок Пищевика На своей ошибке Просто Привезли Этот Забитый Мяч За авторством Андрея Клинина 4-2 Увеличивает Преимущество Авангард До двух мячей Впервые В этом матче Ну и посмотрим Сумеет ли Пищевик На это Что-то Ответить Потому что Силы Вот прям На глазах Просто Тают У этой Команды Не одной Понятно Скамейка Короткая У Пищевика Практически Нет Возможности Для маневра Приходится То Что есть Использовать На сто Процент Но сейчас Появляться Стали зоны В центре Поля Чего не было В первом тайме Удар Поворотом Накрыт Этот удар И за боковой Будет мяч водить Авангард Запасной мяч Здесь Выдают Опасно Хорошая точка Для удара Горяча С левой ноги Интересно Придумал Но Раскусил Его Маневр Галкипер Удар Вперед Здорово Сейчас Из-под Прессинга Вышел Авангард В атаке Бунтов С мячом Снова Снова Мяч получает Неплохо Хорошая стенка И налево Передачу И нужно Наверное В касание Было Отдавать Сейчас уже Все Видно Что Успели Перекрыть Сверида Удар Поворот В перехват Вот Теперь Федоров Побровки Пас Центр Григоренко Но этот пас Уже не дойдет И Перемитин 3 в 3 Может Получиться Атака Нет Уже Успели Вернуться Защитники Пищевика Тем Не Менее Горячая Перехвачен Мяч И Самохвалов 1 в 1 Обыгрывает Но Слишком Далеко Мяч отпускает Здесь Уже Игалкипер Успеет Вернуться И Пустые Ворота Можно Пробить Нет Уже Нельзя Конечно Успевает Вернуться В рамку Назад Передача Ну и Нужен Вынос Точный Желательно Конечно Ну Сложно Сделать Точный Вынос Когда Никого Нет На Живой Поле Все Застряли Где-то В Полу Позиции 3 Траватаем Позади Еще 20 минут Примерно Осталось Играть Плюс Минус И Пищевик Пытается Что-то Создать 3 В 3 Атака Направо Передача Просится Слишком сильно Да Поднимает Руки Вверх Богдан Ленчук Ошибся Он В передаче Сейчас Извиняется Но конечно Момент Был хороший На самом деле Один из немногих Таких удачных Выходов Большим числом Из обороны В атаку Нужно Такое конечно Пытаться По возможности Использовать Ну а сейчас Надо обороняться Практически Все команды Пищевик В оборону Опустился Слева Есть адреса Для передачи Но Удар Поворотом Перекладина Еще один удар Выше цели Опаснейший Просто сейчас Момент Рикошет Мне кажется Немножко Дезориентировал Крючкова Тут Практически Никак не среагировал На полет Мяча И Перекладина Сейчас спасла Поворотом Пищевика От пятого Забитого Мяча Заброс вперед Но здесь Скидку Не на кого Делать Тем не менее Пищевик С мячом Остается Но Не по правилам Это сделано По мнению Арбитра В воздухе Было нарушение Правил И вот так Отправляется Авангард Пасцентр Оставление Мяча Бунтов Клиниен Пунтов Центр Перемитин Хороший пас Ну и здесь Нужно решать Конечно такое И нет гола А что здесь Это не пенальти Негодование От игроков Авангарда Взрывается Просто скамейка Мне честно говоря Показалось Что не было Игры рукой Отсюда Но Не сказать Что у меня Очень хороший Здесь ракурс Обзора Там еще и спины Игроков Соперника Перекрывали Какая Кощевика Но Похоже Что если рука Была То прижата А как уже Трактовать Здесь Есть Самая Любимая Нелюбимая Формулировка На усмотрение Арбитра Да Момент Интересный Но Может быть Сейчас с игры Удастся забить Нет Не получается Спасать Свои ворота Крючков Поставляет Свою команду В игре 4 Думаю Два мяча Отыграть Будет Еще Но Теоретически Возможно А вот Дальше Уже Практически Нереально Пас Налево Вынос Вперед Подбор Бунтов Но Здесь Федоров Вступает В борьбу И Практически Мяч Отбирает Пас Центр Опасно Мимо Ворота Опаснейший Момент Замена Проходит У Авангарда Война Причем Пищевик Конечно Такую Возможность Так часто Ротировать Состав Просто Написто Не имеет Забирает Подбор Сейчас Игроки Авангарда Правда Не на кого Сыграть Поле Там Пожалуй Не хватит Да Мяч Придел Поле Покинул Полтайм Почти Позади 4 2 Пищевик Уступает Но Все еще Какие-то Шансы Имеет На то Чтобы Эту встречу Спасти И хотя бы Одно очко Набрать Что было Будет Конечно Успехом Потому что Сейчас Командой Творится Ситуация Ситуация Крайне Крайне Тяжелая Назад Передача Крючков Никто на него Не выдвигается Спокойно Здесь Рассмотреть Кому Мяч в игру Вводить Заброс Перед Не удается Засыпиться В борьбе С двумя Огроками Обороны Не будет Аут Перемитин Ставит Корпус Вынос Из Под ноги У него мяч Выбивает Максим Силкин Перемитин Пока Конечно Очень Тяжелый Такое Такое Тяжело Смотрится Долго Разворачивается Свежести Какой-то Не хватает Ему Перемитин С мячом Здорово Оставляет Пяткой Тут Рикошеты И Накладка По-моему Была Нет Считает Судья В рамках Правил Такое Обычно Свистится Все-таки Удар Поворотом Очень Плотный Попадает В Ленчука Мяч Правда Отскакивает К игрокам Авангарда Еще Одна Атака Пас Налево Казачев На правом На фланг Передача В центр Здорово Перемитин Стенку Бить можно Поворотом Еще один Удар Накрыт Удар Миронова Автор Пока что Победного Мяча Авангарда Но В том-то Дело Что пока что Все может Измениться Разыгрывает Угловой Прострел Неудачный И быстро Атака Попытка Эту атаку Провести Хотел Это Сделать Сейчас Крючков Но Еще Никто Из его Партнеров Не успел Открыться И Выбрасывать Просто не на кого Было А сейчас Чей будет Мяч Мяч Авангарда Пас Центр Косачев Перехват Неплохо Самохвалов Но очень долго искал Кому посадать Никто Не открыл Столько назад Только Последнему Защитнику Можно было отыграть Хотя здесь Неплохо Множко не поделили Сейчас мяч Но остались С мячом Игроки Пищевика И заработали Аут Заброс Перед Не проходит Ну и Прессинг И прессинг Неплохой Сейчас Едва Не ошибся Галкипер Авангарда Но Все-таки Сумели Забрать Игроки В красный мяч Под свой контроль И Собственно Атаку Очередную Начинают За 12 минут До конца Второго тайма Так Игру Немножко Подсушили Ну и Пищевик Уже Просто На отбой Играет Мало Очень сил На то Чтобы Пытаться Какие-то Атаки Проводить Просто Вынос Надежды Что кто-то Там Зацепится Ну или Просто Даже Не в надежде Что просто Игру Хоть Немножко Разрядить Вот сейчас Перехват 2 в 3 Здесь конечно Численное Меньшинство У Пищевика Ну а почему бы Индивидуальное Мастерство Не пройти Но Стык Жесткий И По мнению Арбитра Неправомерный Со стороны Мурыгина Правила Тот Нарушен Но Наверное Подача была Неудар Мяч Приходит В руки Галкипером Крючков На ближнего Разыгрывает Мяч Заброс Вперед Здесь тяжело За мяч Зацепиться Но тут Пара Рикошетов Но видно Как же тяжело Мурыгину Он сейчас Мяч пробросил Себе на ход И понял Что не вывезет Этот рывок Хотя вроде как Даже и Мог быть Первым на мяче Но Мог бы он быть Наверное На второй матче Сейчас уже Очень-очень Тяжело Двигается Как в принципе И вся команда Без замен Практически Проводящая Эту встречу Балаян Назад Передача Кулагин Направо На Балаяна Балаян Хороший пат В центр Здесь Стеночка Не проходит Налево Удар На месте Крючков Ставит он Кулаки Отбивает мяч Будет аут Последние 10 минут Сейчас начнутся Начали они свой отсчет Две Третьи таймы Сыграли И Пока Во втором тайме Конкретно 1-0 Впереди Авангард Ну и По совокупности 4-2 Ну и Авангард В основном мячом владеет Хотя Казалось бы Должно быть наоборот Пищевик должен Ити вперед Но просто нет Наверное Для этого Ресурсов Что называется Проблематично Что-то придумать Покидает мяч Пределы поля Не удалось Здесь даже углового Заработать Вот ворот Мяч Будет водить Галкип Авангард У нас направо Здесь здорово Перехвате Но мяч Остается на фланге По центру Оставление Очень интересное И справа Можно пробить Очень неприятный момент Для Пищевика Но мяч В девятку Не попадает А было близко Довольно Не знаю Насколько это было близко По нашему ракурсу Весьма и весьма Может быть В реальности Так оно и не было Но В любом случае Момент очень-очень опасный Что мы конечно Отмечаем Пытается Авангард Накрывать У чужих ворот Соперника И практически Им это удается Здесь В углу Зажали Просто-напросто Силкина И тот Все-таки Аут Заработал Неимоверных Просто усилий Мяч Команда сохранила Нужно из этого Аута Еще что-то Извлечь Куда-то выйти Сделать Тоже непросто Но Неплохо Сыграно Хороший обыгрыш И численное преимущество Есть у Пищевика Нужно отдать передачу Ой-ой-ой Как же затянул Сейчас Как же затянул С приемом решения Григоренко Шанс был Реально Один из лучших Наверное В этом тайме Здесь у нас Два мяча на поле Нужно Один из мячей Выбить Что и делает Защитник Авангарда Таких моментов Может и не быть Больше у Пищевика Нужно ими дорожить Просто Насколько это возможно Сейчас перехват Мяча Миронов Убирает под себя Передача На противоположный фланг Удар И 5-2 И наверное Это все Забивает Сергей Деменков Десятый Номер До трех мячей Увеличиваем Преимущество Своей команды 5-2 Здесь уже Очень сложно Что-то будет Пищевику сделать Но Попытаются Я думаю Еще 6-50 Играть Во втором тайме Что ж Посмотрим Откатится ли Авангард Поглубже Или продолжит Прессинговать Скорее второй Наверное Серенок У них явно Побольше Нет смысла И особенно Инициативу Отдавать Своим соперникам Можно и Поднапряч И на их Поле Но здесь Мяч Приходит К Пищевику Долго Как-то они К этому мячу Идут Хотя По идее Должны Побыстрее Это делать Штрафный удар Розыгрыш Здесь на ближнего Пас-центр Сверидов Не проходит Передача Сверидов Здесь Мяч Забирает Загруз Вперед Тут никого Нету Передача Налево Хороший пас И обратная Передача Балаян Слишком сильно Он остается с мячом Авангард Можно бить Поворотом Нет Нельзя Здесь уже накрывают Прострел Можно забивать Еще одна База Сказать Без него Конечно Счет Был бы Наверное Двузначный В этом матче А так Еще долгое время Пищевик На что-то мог Рассчитывать В этой встрече Пять минут Осталось играть 5-2 Пищевик Уступает Ну и попытка в атаку уйти Есть Совершенно один игрок Здесь отличная передача Можно добороться Нет Не получается И что здесь судья Ставит свободный удар Да Я удивлен Скажем Потому что Ну это явно Был не пас назад Это просто был Перехват мяча Подставление ноги Но судья Видимо Очень хотел Поставить свободный удар Показывает он Что было движение В сторону Галкипера Я движение не увидел Я увидел движение Просто Когда игрок Тянулся к этому мячу Это не было движение Такое характерное Для передачи Ну да ладно Свободный Шанс для пищевика За четырем С небольшим До конца матча Мурыгин Здесь и Силкин У мяча Наверное Будет Силкин Бить Хотя тут еще И Григоренко Неподалеку Посмотрим Что-то говорит Мурыгин Силкину Смотрим Свисток Удар Силкина Здорово На месте Галкипера Спасать Свою команду Будет Угловой удар Григоренко Подача Слишком сильно Все перелетают Мяч Остается он Под контролем Пищевика Самохвалов Остается с мячом Пищевик Здесь Доборолся Свиридов И мяч сохранил Для своей команды Три минуты Осталось играть По голову за минуту Реально Лето В теории На практике Я думаю Нет Но Попробовать Стоит Замены Авангарда Бондов Появляется Общевика Есинов Выходит Знаменитый Голевой Пяткой В первом Тайме По обровке Заброс Сверидова Мяча Лишают Хороший Перевод Вперед Но Успел Защитник На этот мяч Выдвинуться Сверидов От кого мяч уходит Уходит от игрока Авангарда Нужно быстрее Мяч уходить Пока Всех не закрыли Но я думаю Авангард Уже Понимает Что победа Одержан И Так довольно Спокойно Относится К этим всем Вводам Мяча Забоковой Попроще Хотя все равно Посмотрите Прессинг довольно Высокий И довольно Активный Несмотря на то Что результат Уже казалось бы Сделан Здесь Есинов Толкает Конечно в спину Однозначно Нарушает Правилом На Кулагине Ну и Быстрее Вот мяча В игру После розыгрыша Штрафного Пас Направо Горячев Прострел Можно забивать Горячев С левой ноги Не удается Протить ворота Назад Передача Подключают Уже Кулагина Кулагин Еще дальше Бунтов Удар Поворотом И такой Гвоздь Забивает Просто Делая счет 6-2 За минуту До конца Второго тайма Все-таки Не удалось Пищевику С кем-то Удобаваринами Цифрами На табло Матч закончить Но тем не менее Я думаю Все равно заслуживают Похвалы За Ну по крайней мере За первый тайм Да и за второй тоже Почему Долгое время Они боролись Очень неплохо Видно было Что сил Конечно Совсем маловато У команды Но на морально Волевых Долгое время Игру Равную Пытались Навязать Посмотрим Добавили что-то Арбитр Полминуты у нас Осталось До конца Этого матча До конца Основного времени Здесь момент У Пищевика У ворот Пищевика И очередной мяч Седьмой Вылетает в ворота Совсем конечно Посыпался Пищевик Понятное дело Концовка матча Просто уже Ну даже Крупиц сил нету И Пустые ворота По-моему Бунтов это был Но сейчас посмотрим По номеру Так ли это По-моему да А нет Судя по всему Это не он А горячий Забил Но это не так уже важно Семь-два Итоговые цифры На табло Побеждает Авангард Четыре очка Набирает По итогам Двух туров Ну а Пищевик Здесь у нас Получается Была у них В третьем матче Разница минус 13 Становится она Минус 18 Но все равно Благодарим Пищевик за Борьбу А Авангарду Да и Пищевику Желаем удачи В дальнейших Турах Лиги Чемпионов На этом Наша трансляция Подходит к концу Для вас Эту встречу Прокомментировал Владимир Злотин Оператор трансляции Анна Баева Рештер трансляции Илья Бодакин До новых встреч На матчах Лиги чемпионов На ЛФЛ ТВ Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...